Привет, друзья! Микрофон Антик. Мы продолжаем играть в Казаки 3. У нас сегодня будет дубль-два игры за Пруссию через Черный Гусар. Попытаюсь выйти в 18 век, как можно раньше, и этих самых Черных Гусар нанять. Буду играть, наверное, через Пик. Так будет по ресурсам выгоднее, чтобы мне хватило на прокачку этих лошадей. Кроме того, еще конюшни надо будет ставить. Короче, грям. Будем играть, я думаю, в еду. Хотя, да, в еду надо играть. В еду так будет быстрее 18 век. В еду и через Пик. Нормально. План такой. План Кабан. Так, у нас все крестьяне нанимаются. Это здорово. И сейчас сразу же Золотые Шахты пойдут. Так. Казармы, конечно же. Два человека всего лишь. Так, да, золотая Шахта где-то я видел. Ну, вот она. Еще двое. Еще одного надо будет. Так, ребята, свободная БК на Академку. Так, Пики пошли. Золотишко. Три Шахты есть. И свободные Кресты на еду. Все нормально. Так, железо сразу же надо, да, поставить. Теперь, почему, почему у меня железа нет около базы? Почему у меня два угля рядом с базой, а железа нет? Чего-то ничь. Непорядок. Железо. Вот его уже не хватает ним ручком. Так, еду надо прокачивать, кстати говоря. Еще Академку надо построить ведь. Подожди, Академку мы построили. По крайней мере строим. Надо помочь братьюням. Помочь братьюням. И давайте золото-то найдем. Ни хрена его не видно ведь. Так, короче говоря. Какой план? Для тех, кто не видел предыдущее видео по черным гусарам в Пруссии, мы будем налетать сразу же после окончания времени мира. И устроим зачистку. Попытаемся убить крестьян, чтобы лишить противника экономики. Без экономики, как известно, не повоюешь. Так, золотишко пошло на прокачку. Ну, где, блин? Вот у нас шахты. Последняя золотая. Круто. 3000 еды. Все, ушли крестьяне. Так, наш союзник играет за Швецию. Швеция это интересная страна. С ее ритарами жесткими. Так, 1253. Все. Осталась последняя шахта. Так, давайте-ка мы на подкову еще накопим, наверное. Железо и уголь будем копить. Хоть у нас не будет пик. Ой, не будет, то есть мушкетеров. Железо и уголь нам пригодится. Артиллерия там и так далее. Ну, мы не будем, допустим, угольные шахты прокачивать, раз у нас не будет пока что этих мушкетеров там. Ну, по крайней мере, на подкову мы должны накопить. Хотя у Пруссии, в принципе, не такая уж и дорогая подкова. Но зато там палаш дорогой. Там будет железа много. Хотя бы с этим мы справимся. Возможно, даже стоит железо прокачать. Как вариант. Но я еще не пробовал так железо прокачивать. Так, уголь поставился. 433 у нас по шахтам. Так, хорошо, тут у нас ребята еще не пришли. Надо послать. И последнюю угольную шахту мы ставим вместе с железной. Все, хорошо, 7 минут у нас прошло. Давайте думать на счет прокачки еды и переча. Так, 2400 тут. Еще на миллиардов все хватит. Качается еда, качается еда. Может, все тригатсы работают? Да, все тригатсы работают. Все должно быть хорошо. Так, и, возможно, стоит топор сразу прокачать. Или потом оставить. Ну, хотя бы склад построим около леса. Все, нормально. Сейчас 18 век у нас в планах. ап на еду. Плюс 180 процентов, который. Так, собор арт-депо, чтобы построить. Мне тут понадобится много всяких дополнительных зданий. Можем, кстати, играть арт-депо еще. Ой, гип-центр поставить. Давайте поставим. То я его всегда позже, чем надо, ставлю. Так, капелланы тоже пригодятся. Вот вопрос, до какой степени прокачивать пик. Наверное, если мы от оборону будем играть, у нас гусары будут пока рейдить. Мы будем стоять на базе. Пик мы будем прокачивать немножечко запоздалом. в запоздалом режиме. 20 тысячи дэй сейчас бы накопить. Ну, и к 10-й минуте примерно опять же выходим в век. Вот такой вот нехитрый план. Ну, и пока рондашей. Вдруг там артиллерия поедет. Да, 10 минут у меня не успеваю, потому что, видимо, поставил слишком много шахт. У меня, кстати, они-то были заняты добычей. Ну, ладно, сейчас мы это все дело поправим. 6500. Буквально на 30 секунд всего лишь запаздываю. Это ничего страшного. Так, теперь надо еще ап накопить, блин, который чертовски дорогой по еде. Да, тут, ну, получается, в 10 минут выйти. С такими шахтами там. Ладно, надо будет поправить, поправить маленько. Как я в прошлый раз играл. Я, по-моему, шахты не ставил, да, в прошлый раз. Да, я, по-моему, не ставил так много, по крайней мере. Ну, ладно, у нас, в принципе, уже почти все накопилось. Получается, у нас на минуту 30 секунд даже запаздывание происходит. Учитывая, что конюшнами даже не пахнет. Это забавно. Так, ну и все, пошли тогда добывать... Нет, сейчас... Вот, 10 человек у нас будет добывать тогда дерево. Там уже трое есть. Допор берем. Все, ставим конюшню. Подкова у нас должна очень легко взяться сейчас. Хотя... Золота не хватает. Ладно, сейчас будем еду менять. Что там, 3650? Так, ну и все, давайте немного пик прокачаем для приличия. И теперь надо еще одну, конечно, запланировать. Еще и жилые места нужно делать. Пушки отстроить не буду. Ну, такая очень рискованная... Рискованная тактика, на самом деле. Очень рискованная, потому что нас просто в два счета могут снисти. Глазом не моргнуть. Так, еще надо охрану поставить. Ну, если что, домики будут сдерживать врага какое-то время. Домики это, считай, минута времени лишнего. Так, все вроде. Так, еще конюшенку. Так, еще конюшенку. Мученьки там. Нашего братьюни там. Ну и все, что у нас, гусар? 21 штука, смех, конечно. Но побегаем к тем, что есть пока. И на самом деле, палить их такого количества-то не стоит, наверное, пока что. Не, пока давайте не будем палить. Враг наш не побеспокоился о разведке. Так, что сделаем ему сюрприз. Уголь можно было продать. Вот что. Мне же уголь-то особо не нужен. В плане того, что когда вот я 18 век так копил сапами. Так, наш тут братьюни рейдит. Смотри, как много мушкитеров-то и арта есть. Ничего себе. Пацаны, ребята там играют. В принципе, мне еще керасу брать. Но сначала все-таки сначала все-таки палаш. Так, возможно, стоит взять и шахту прокачать, раз никто не идет. Две шахты прокачают до третьего уровня. И золото у нас быстрее гораздо пойдет. Две казармы, конечно, нет. Так, он чисто в кого играет-то вообще? В пик. Прокачка пик артиллерии у него. Так, еще одну шахту надо прокачать тогда. Все. Сейчас будем братьюни помогать тогда мусорами своими. Раз у нас война не задалась. В принципе, гусары для этого и нужны, чтобы туда-сюда бегать. Так, все-таки я палаш хочу взять. Нафиг эта прокачка пока пик. Уголь берем, меняем на золото и берем палаш. Все, нормуль. Сейчас уже гусары чего-то стоят. Что-то они вообще, капец, не идут. Ни в какую к нам. О, столько с оружием что-то значат. Пошли, короче. Так. Да, самое время. Если что, отступающего ворга будем ловить. Ну, хоп, свечевиков-то, ёптать. Ну, наш, в принципе, ставительник и так, я думаю, справится даже без моей помощи тут. Ну, по крайней мере, сделаем вид, что у нас командная игра. Сделаем. Тренис, смотри-ка, не справляется, не справляется. Странно. Интересно, даже неожиданно. Твою мать, картечь. Смотри-ка, тут союзник у врага тоже пошел сюда. В эту сторону. Короче, что-то я не уследил за гусарами. Завтыкал и картечу положили. Ну, ладно, хотя бы мы союзника задефали пока что. Ну-ка. Все, все туда идут, нам тоже туда надо идти. Блин, надо... Шарик брать срочно, я думаю. Он тоже через гусар играет, что ли? Нет, свечевики бегают. Так, ладно, давайте тогда сделаем вот как. Золото берем. Еще одна конюшка по 20 тысяч по дереву стоит, надо на дерево побольше народа. Чего-то камня нет. Твою мать. Братью ним отдали. Чего он не обороняется-то? Рейд, 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 блин. Чего ты стоишь-то со своими войсками? Рейд у него. И что, один остался? Да, печалька. Это один из тех чуваков, которые ноют вечно, типа, ооо, рейд опять. Кроме рейдов ничего не знаете. Надо ко всему быть готовым. От рейду и к не рейду. Кошель назад. У нас тоже нападение он идет. Капелланов назад тоже. Точку сбора сюда. Все, надо брать срочно что-нибудь типа. Кираса, кираса какие-нибудь. Азад. Азад. Нормально он тут, слушайте, потерял свои войска-то. Немало, скажем так. Мы сейчас без кираса, конечно, ребята. Так, крестов надо спасать. Так, гусары должны быть на базе, хотя бы для того, чтобы здания не захватывались. Так что мы их сейчас потеряем тут некоторым количеством. Все, пошли в ответку. Ух, мы выжили. Мы пока живы. Блин, крестьян все-таки я не спас. Похоже, что... Нет, спас, нормально. Отбились они. Так, ну что, можно, в принципе, что делать-то? Переходить в что-то более серьезное, что ли? Или БСР докачать до конца. Разве за 5500. Масса 9000 еды. Так, давайте я иду с драйки. Ну, сейчас я его сожму тут просто. Сотру в порошок. Правда, пики надо прокачать маленько еще. Для приличия. Вот у него только только гусары появились. Гусары это мое основное пока оружие, так что... Так, вот... Немного позахватывал шахты тогда, получается. Берем гусар, заводим с тыла. Пробуем вырезать крестьян, если что. Ну, я на самом деле со старта ведь хотел с окончания времени мира гусарами-то забежать, но... У меня там не было. Особенно. Никого. Так, давайте-ка. Мы, в принципе, сильнее, чем они. Прокачаны. Еще кучу пушек захватили. Так, рынок и кузнеца. Все, пошли крестьян резать. Нашего связника опять тут. Убивают. Черт побери. Ладно, давайте восстановим тогда домики. Во-первых. Во-вторых... В жопу лечения. Лопату берем. Так, эти пушки на нас работают теперь. Как вариант, я думаю, можно в спам сыграть через пик. Бред, конечно, собачий, но... Никто через пик в 2К18 не работает. А мы сыграем. Так вот. Ну что, все, сдается. Нет. Понятно. По-то я вроде все захватил уже. Так, это наше здание ведь. Все, шахты захватываем тогда. Так, пушит гусар света сводим. Так, эту базу зачистить нам что стоит? Давайте-ка мы лучше базу зачистим. Че этих-то ребят трогать? Я думаю, что там как бы все. Некого спасать-то. Спасать некого, а мы... Поиграемся тут. Да, все-таки через камень как-то больше. Быстрее ресурсы идут. Замечаю ее сейчас вот. На контрасте-то недавно через камень играл. За Европу. Так, третья казарма пошла. Так, он меня спалил, да, тут? Ну, че спалил, спалил. Вот эти ворота фигачить. Короче, лучше бить ворота сразу же, потому что если эту стенку будешь бить, то враг возьмет и ворота поставит на этом месте. Никого толку не будет. Вот так-то сразу ворота уничтожишь, и враг ничего не сможет сделать. На ворота ворота уже не поставишь. Если вы понимаете, о чем я. Так, ну мы крестьян зачищаем. Ко он там развлекается с нашим союзником. Да и похоже, что бубр вышел, осталась овца вот эта. Бежевая. Да, вот такая забавная игра. Смотрите, какую оборону выстроил. Кучу башен построил. Ордепо. Но это ему не помогло. Почему это ему не помогло? Потому что черные гусары смерти. Вот и вся тактика. Ну чё ж, пишите свои впечатления в комментариях. Как вам оно? Меня больше что-то интересует, можно ли в камень сыграть и в гусар. В черных надо будет попытаться. Но там с 18 веком проблемы будут. Хотя, если мушкетеров не прокачивать, то есть через пик играть возможно и получится. Ладно, на этом мы закончим. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения видео по казакам на канале. А с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok